75 тысяч рублей на открытие своего дела. Комитет по труду и занятости населения дает жителям нашей области шанс не только найти работу, но и заняться бизнесом. Какие проекты молодых предпринимателей уже получили поддержку, узнала Екатерина Болдырева. Здесь у нас будет детская зона для детей со специальным креслом в виде машинки, с телевизором, в котором будут показывать разные фильмы. Там у нас будет взрослая зона для мужчин и женщин, и земли нашего салона будет аквариум с зубами. Не аквариум, а практически мини-океан, в котором полторы тонны воды. Ольга Полежаева хочет, чтобы в ее салоне красоты было все лучше. К собственному бизнесу она шла три года. Когда оказалась безработной, решила получить профессию парикмахера и прошла бесплатное переобучение в центре занятости. С опытом появились и постоянные клиенты, и желание открыть свое дело. Пошла снова на биржу труда, узнала, что нужно для того, чтобы получить субсидирование. Мне специалисты грамотно объяснили, какие нужно собрать документы и что нужно сделать для этого. Полученные 75 тысяч Ольга потратила на ремонт помещения. Осталось установить оборудование, и салон готов принять первых посетителей. Со дня на день ждет гостей и Ольга Самофалова. В начале 2015-го она попала под сокращение на работе, встала на биржу труда. А сегодня молодой предприниматель уже открывает детскую академию развития. Все мои первые шаги, они меня курировали, помогали, поддерживали. Предоставление первоначальной субсидии, финансовой помощи тоже было предоставлено от биржи занятости. И в дальнейшем меня не оставили. Значит, помогли с подбором персонала. Первых учеников центр примет в начале октября. Кстати, чаще на открытие бизнеса решаются жители областного центра. Хотя на поддержку можно рассчитывать в любом уголке региона. Пока, к сожалению, в район уходит одна или две субсидии. Ну, около 30 мы сегодня единиц проводим через субсидирование. Таких, как наши героини, с каждым годом становится все больше. Как пополнить их ряды, подскажут в центре занятости населения. Екатерина Болдырева, Геннадий Воробьев, Максим Леонов, телеканал СЕИМ.